Привет народ, с вами Фенаргот. Пока в доте огромнейший наплыв игроков, которые хотят забрать арканы и боевой пропуск, я выпущу ролик о самом насущном. Самое важное, кстати, я запускаю конкурс прогнозистов, который вам обещал. Сможет принять участие каждый желающий. В этот раз, помимо того, что можно будет отправить свои прогнозы Battle Pass, а также можно будет отправить прогнозы сетки. И принимает участие каждый желающий в розыгрыше арканы и другие призы, поэтому обязательно принимайте участие. И вообще ролик разбит на разделы, можете переходить к нужному и слушать. Дальше будет очень много всего интересного. Сперва мы с вами поговорим о сумке сувениров The International, потому что много вопросов рождаются. Я выпускал два ролика с абузами, и на данный момент они, можно сказать, оба не актуальны. То есть абуза уже не работает. Первый абуз заключался в том, что вы могли получить аркану, разбить ее, в частности, Тэчеза или Террорблейда, получить гем и продать его на торговой площадке. Да, гем в итоге был продаваемым. В итоге сейчас с этой арканой вы не можете сделать ничего, вы не можете ее разбить, вы даже не можете ее удалить с аккаунта. Она навсегда остается на вашем аккаунте, поэтому выбирайте ту, которая вам больше по душе, если вы этого еще не сделали. Что касается боевого пропуска, там абуз заключался в том, что получаешь боевой пропуск, продаешь наклейки, лут сундуков и в профите. Сейчас боевой пропуск, а точнее его награды, можно получить только если левел вашего аккаунта в доте, не батлпасса, аккаунта в доте, 15 или выше. У меня больше сотого, вот. Я не знаю, сколько это примерно игр, но, как бы то ни было. Ну и, конечно, самая главная проблема, это то, что дота по кд лагает. Настоятельно рекомендую вам менять серваки, потому что русский сервак часто отваливается, можно играть на европейских. Дота турбо защитывает. В общем, вперед. Если вы еще не получили свои награды, самое время их залутать. Кстати, крутые ништяки для вас подготовила Яндекс.Маркет в честь Интернешнл 2022. Сейчас на маркете огромный выбор девайсов для комфортной игры с крутыми скидками и приятным кэшбэком. К примеру, я себе выбрал оригинальный консольный геймпад DualSense для PS5. Он оснащен системой микрофонов, чтобы быстро переключаться в разговор без гарнитуры. Задняя часть рифленая, это значит, что геймпад не будет скользить в руках. Кстати, тут есть моя любимая игровая клава TASUS. Пользуюсь уже год, всем доволен. Она суперкомпактная, но оснащена переключателями Cherry MX Red, которые используются в полноформатных геймерских клавах. Всем советую. Ну и наконец, решил обновить вебку для стримов FIFA без использования камеры. Взял Logitech C922. Она поддерживает Full HD 1080p, а еще позволяет менять масштаб в приложении и управлять поворотом камеры. В общем, тут есть и ноуты, и ПК, и периферия, и даже фигурки, а привезут все быстро и прямо домой, ну или в пункт самовывоза. В описании к ролику я оставил промокод FINARGOD на дополнительную скидку в 500 рублей на первую покупку. Но поторопитесь, промик действует до 31 октября, и предложение действительно только при заказе через мобильное приложение. Новый герой. Что же, вокруг этого всегда море обсуждений, дискуссий, споров и так далее. Все-таки на каждом интернешнале Valve нам либо презентуют, либо уже выпускают нового героя. И я уверен, что этот инт не исключение. Во-первых, у нас впервые за 5 лет обновили Dota 2 тест. При этом он стал закрытым клиентом, а не публичным. Кто не в курсе, я об этом выпускал отдельный ролик, можете послушать. Там вот прям детально все рассказано и показано. Собственно, сегодня вышло обновление в этом самом Dota 2 тесте. И было замечено, что 10 человек в нем играло одновременно. 10, да? Интересно. Как раз-таки под одну катку. При этом были замечены Steam аккаунты админов, у которых в именах профилей находится название команд из шоу-матча в Dota. Поэтому с высокой долей вероятности, вот я прямо уверен, процентов на 80, что нового героя мы с вами увидим на шоу-матче. Я напомню, что шоу-матч будет проходить в перерывах между финалом нижней сетки и гранд-финалом интернешнала. Я это буду стримить. Мы тут соберем дома фан-хату, будем сидеть друзьями и смотреть. Поэтому обязательно залетайте. Там будут розыгрыши и много всего остального. В общем, круто. Но какой герой нас может ждать? Во-первых, подписчик мой в телеграм-чатике в моем поделился очень интересной теорией. Мне она очень понравилась. Он считает, что следующим героем будет Энна из Dota Underlords. Кто не в курсе, это, по-моему, один из боссов. Во-первых, ну вот на камнях он увидел прямо маску, да, похожую на маску Энна. Но это ерунда. На самом деле, Энна везде ходит со своим ножиком. И в лоре это максимально описано, и прочее. И так вот, автор данного поста заметил то, что в анонсе Der Tide написано «Готовьте подарки для конфет, запасайтесь и заворачь и затачивайте любимые ножики». А у Энна как раз-таки именно любимый ножик. Может быть, Энна и будет следующим героем в Dota. Тогда это еще одна недобелка у нас получается. Я также в августе делился теорией о том, что, скорее всего, новым героем все-таки будет Папет Мастер. И Папет Мастер это никто иная, как дочка Инвокера Филамина, которую нам показали в третьем сезоне Крови Дракона. Ну, ее показывали и раньше, но в третьем сезоне ее прям раскрыли. Во-первых, ее игрушка ожила, она с ней бегала, она выглядит прям как игрушечный пуч, только кролик. В общем, весьма вероятно то, что следующим героем у нас будет и Филамина. А может, вообще несколько героев выпустят, посмотрим. Но все-таки, наверное, некрасиво будет то, что в одной команде будет новый герой, а в другой не будет. Но, с другой стороны, все мы помним... Не все, конечно. Но помним мы шоу-матч, на котором Артизи играл у нас на Течизе. Тогда Течиза презентовали, и он единственный и первый на нем играл тогда во время Интернешнала. Какие ваши мысли по этому поводу? Пишите, кстати, в комментах. Что же, конкурс прогнозистов. То, о чем я вам рассказывал. Задерживал ролик очень давно, извиняюсь, что не было времени. Но сейчас выпускаю. Но разницы-то никакой, вы же все равно свои прогнозы в Батлпассе проставляли. Да, вы здесь будете помещать свои прогнозы из боевого пропуска. Я думаю, вы знаете, где они находятся. Заходите в боевый пропуск, прогнозы. Вот, собственно, ваши прогнозы на героев, команда игроков и турнир. Также у вас есть прогнозы на сетку. Прогноз сетки. Вам нужно просто сохранить скриншот. Прогнозы всех остальных. Нужно запомнить их и тоже сделать скриншоты. Я сейчас покажу, как это все делается. Собственно, вы открываете форму по ссылке в описании. Указываете тут свою почту, да, к примеру. Вот, я указал свою. Пишите никнейм, FinarGot. Ссылка на тг, да, FinarGot. Ссылка на стим. TeamCommunity.com. ID FinarGot. Пример скриншота. Видите, чтобы, во-первых, был ваш аккаунт виден. Это несложно сделать. Вы просто берете. У меня единственное тут вебка скрывает. Просто наводите мышку на свою аватару и делаете скриншот. Ну и, собственно, таким образом вы и будете его прикладывать. Все, нажимаете далее. Первую часть заполнили. Все, пошли. Герои. Самый выбираемый. Ну и тут выбирайте героев там, каких хотите. Да, я просто сейчас рандомно натыкаю. Тут все чисто как в доте. Отсортировано. Единственное, понятно, что не как в доте. Ну и загружайте скриншот. Вот, не знаю, сейчас просто какую-нибудь картинку поставлю. У меня просто нет другой. Я сейчас не буду. Все, отправили. Команды. То же самое. Выставили команды. Взяли, выставили все команды. Я прям все вам разделы покажу, а то люди всегда задолбывают вопросами. Перешли в доту. Зашли на вкладку команды, навели на аватару. Нажали там на принтскрин, не знаю. Можете использовать программу ShareX. Дофига программ, которые делают скриншоты. Ножницы на винде есть и прочее. Вырезали этот скриншот. Взяли. Добавили. Ну, там вот, к примеру, у вас будет скриншот. То же самое и здесь. Тоже во всех разделах. То же самое все делаете. И турнир. Тоже. Оп, 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 оп. Ну, я могу, да, да, тут скриншот тоже. Там вот, к примеру, опять этот. Далее. И все, скриншот для сетки. Па-бам! И нажимаете отправить. Это может занять какое-то время, потому что вы там файлов нам прикладывали. Но быстро проходит. Ваша заявка отправлена. Ждем окончания. Ну, понятно, The International 2022. Это я просто не изменил текст еще. Сори, я это не выводил сейчас на экран. Ха-ха! Ну, я красава. В общем, в любом случае, вы просто полностью заполняете форму по всем. Везде отправляете скриншоты. И вуаля. Ваша заявка отправлена. Я их потом после International все отсортирую. Посмотрю, кто набрал больше баллов. Объявлю в Telegram победителей. Выпущу ролик про это. Победители выберут там Арканы или что они хотят. И вот так. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, включайте уведомления в колокольчике. Не пропускайте важные новости в Telegram канале. Будут стримы и много всего остального. С вами был Фенаргот и до скорых встреч.